Здравствуйте! С вами Басманов Максим и в этом уроке мы будем создавать такой японский фэнтезийный с помощью как бы в стиле фэнтези интересный коллаж. Для начала откроем все необходимые изображения они все есть в данном уроке все это есть, там можете скачать. Для начала давайте выделим траву, примерно вот где-то вот здесь нам это будет достаточно и скопируем данную траву. Давайте создадим новый слой и размеры ставим следующие 2480 на 3508 Разрешение ставим 300 пикселей Нажимаем ОК И теперь давайте вставляем данную траву в данный новый слой вот так вставим и тот слой можем уже закрывать он нам уже не нужен. Теперь нам необходимо взять ластик так, размер кисточки мы ставим точнее выбираем именно вот эту кисть она входит у нас называется Асока это в русском фотошопе и мы ставим размер 50 пикселей это стандартная кисть по умолчанию поэтому можете найти в любом фотошопе она уже есть изначально там так все это мы вставляем и давайте теперь будем вот так вот вернемся назад будем аккуратно вот таким вот образом убирать лишние такие прямые края нам это не нужно так мы будем потом ставить еще небо и как раз то что мы сейчас делаем сделает небо как раз вот таким нам нужно иначе у нас будет такой ровный непонятный переход и уже в коллаж будет выглядеть совершенно по-другому не так нам это нужно ну конечно можете делать вырезать ну вот именно данный переход травой любым удобным для вас способом я предлагаю один из вариантов есть конечно специальные кисточки которые входят не в стандартный набор а можно скачать их можно с помощью них можно как-то другим удобным способом так вот что у нас получилось в итоге так здесь еще чтобы не было таких вот что у нас получилось теперь давайте удалим некоторые участки особенно здесь вот по ходу мака или тюльпана что-то подобное здесь у нас находится мы выбираем инструмент точная восстанавливающая кисть ставим размер данной кисти 175 жесткость мы выставляем 100 процентов интервал 25 и вот все остальное точно то же самое так и вот таким простым нажатием мы убираем мы убираем все лишнее так можем уменьшить немного кисть и вот здесь то что осталось тоже уберем как видите очень быстро все это можно сделать теперь давайте применим к данному слою цитовой баланса именно к данному слою с травой нажимаем здесь есть такой иконочка создать новый корректирующий слой так сейчас я подвину чтобы вам было видно вот сейчас наведу и выбираем цветовой баланс в котором мы выставляем следующее значение средняя тона должно стоять должна стоять галочка сохранить свечение и здесь выставляем следующее плюс 10 0 оставляем без заменений и ставим так здесь нет у нас поставим минус 20 а здесь мы поставим плюс 10 вот нам нужно вот такой вот результат и оставляем его как он есть и теперь применяем к данному слою создать обтравочную маску это нужно для того чтобы данный цитовой баланс был применен только к траве если мы будем ставить что-то другое например как небо сейчас мы его откроем так вот у нас здесь есть небо мы сейчас его перенесем с помощью вот так вот простого перемещения вот как видите даже можно показать небо создалось в виде обтравочной маски и замещается только точнее показывается только там где есть трава нам этого не надо поэтому отменим обтравочную маску и поместим небо под траву слой с травой так поместим где-то примерно вот в таком вот положении и перейдем к инструментам трансформирования вот масштабирования вот так вот вытянем наше изображение и здесь мы вытянем вот таким вот образом вот так вот и оставим как у нас есть видите здесь у нас получился такой плавный переход вот теперь нам необходимо взять создать новый слой взять кисточку с размытыми краями так сейчас здесь кисточка так вот она и ставим размер этой кистью тысячу пикселей жесткость 0% ставим черный цвет и вот вот таким вот образом мы сейчас пройдемся вдоль травы вот так вот должно получиться примерно вот таким вот образом теперь мы должны уменьшить прозрачность до где-то примерно 50% вот так вот и давайте тоже применим создать травочную маску чтобы касалась только нашей травы создаем еще один слой мы теперь берем кисточку размером 175 пикселей и выбираем цвет следующий так сейчас мы его вобьем это у нас цвет F F E вот такой вот у нас цвет и давайте так непрозрачность сразу ставим 30% и вот таким вот образом так вот еле касаясь половина вот так вот пройдемся по верху нашей травы вот здесь как раз вот по границе тоже так же можем создать в травочную маску создаем еще один слой также создаем в травочную маску сразу же доставляем значение 30 пикселей цвет мы меняем на другой так цвет у нас 3F 7C 0 и ставим размер кисти 500 пикселей как вы заметили если вы только первый раз смотрите уроки по фотошопу вызвать данное окно с кистами можно нажатием правой кнопки мыши на как видите на данном изображении и вот сейчас вот таким вот образом мы вот здесь вот вот так вот оставим такие вот как бы нажатия чтобы в этом месте у нас были такие вот блики теперь давайте создадим новый слой поверх всех изображений перейдем на белый цвет нажмем правой кнопкой мыши чтобы вызвать окошко с кистями здесь они уже загружены у меня вы же можете загрузить их отдельно здесь есть специальные такие кисти с луной как раз нам это и нужно сделать выбираем вот такой вот вариант вы конечно можете выбрать и любой другой какой вам больше всего нравится так вот такое скорее всего нам подойдет ставим значение 100 пикселей вот так вот и где-то ставим где-то в этом месте вот такой маленькая луна и применяем к нему следующее значение внешнее свечение здесь мы меняем цвет на E1 так потом дальше экран остается так же у нас так здесь мы ставим значение 40 так мягкий цвет остается точно так же здесь меняем 84 ставим пиксели все остальное остается точно так же и как видите у нас где луна у нас появилось такое легкое мягкое свечение как раз мы этого и добивались теперь нам необходимо добавить здесь ниндзя так у нас вот такой вот ниндзя сейчас мы его вставим в фотошоп я уже его вырезал уже вот такой вот готовый как видите если можно отключить маску вот такой вот с помощью маски я уже его вырезал поэтому мы его сейчас переносим на наше изображение и поставим его где-нибудь в поле нажимаем редактировать трансформирование и масштабирование не забываем нажимать клавишу shift или же на клавишу который отвечает за сохранение пропорции так и вот сейчас мы его поставим чуть побольше сделаем вот примерно вот таким вот образом он у нас будет находиться здесь теперь нам необходимо сделать для страховки копию данного ниндзя мы его скроем чтобы нам не было видно его здесь также можно применить так применить слой маску чтобы мы уже с маской не возились и теперь мы с помощью обычного ластика также с кисточками здесь вы конечно можете менять размер кисти мы поместим нашего ниндзя с траву так все время можно менять размер кисточки чтобы создать правильное впечатление. Вот. Мы, считай, уже поместили данную ниндзю уже в нашу траву. Нам теперь необходимо сделать следующие манипуляции, чтобы этот человек, именно ниндзя, шиноби, как, возможно, называется на фотографии, мы его как раз поменяем освещением. И так, чтобы наш человек полностью вошел в данную композицию. И не было так, что вот видно, например, видите фотографию, сразу видно, какие элементы здесь никогда не стояли и вообще непонятно, почему они здесь появились. Поэтому мы сейчас применяем баланс. Так, посмотрим сначала яркость, контрастность мы применим. Здесь следующее значение у нас плюс 20 и контрастность у нас минус 15. Так, переходим к нашему изображению и опять применяем создать обтравочную маску, чтобы тока применилась к нашему шиноби. Теперь применяем еще один вариант, это цветовой баланс. Вот у нас цветовой баланс. Средние тона, также все это есть. И ставим плюс 15, 0 остается так же и минус 15. Так вот, минус 15. Сохранить свечение, средние тона. Также создаем обтравочную маску. Вот таким вот образом. Теперь давайте возьмем обычный ластик, только с размытыми. Так, сейчас мы найду данный ластик. Вот они у нас есть. Ставим значение 500 пикселей. Так, жесткость у нас 0. И теперь, где у нас находится сам человек. Ну, как бы краем. Так, немного касаясь, мы так, вернемся назад. Вот так вот, немножко. Сделали таким образом, чтобы убрали лишнее и получилось такое легкое свечение. Ну, таким образом можно достичь. На лицо, не обращая внимания, мы сейчас его уберем. Мы сейчас добавим так, у нас есть здесь специальная шляпа. Тоже я специально уже изначально вырезал. И сейчас мы поместим ее нам в изображение. Снимем отравочную маску. Немного уменьшим. Отмасштабируем вот таким вот образом. Можно немножко уменьшить прозрачность, чтобы можно было увидеть, как это у нас данный головной убор правильно сядет на голову. Еще немножко уменьшим. Вот таким вот образом. Тоже можем уже применить слой маска, чтобы настолько крепко осталось. Такой вот именно головной убор. Теперь нам необходимо применить то же самое. Это стой баланс и яркость, контрастность. Вот давайте сейчас мы просто их скопируем. Вот так перенесем. И перенесем на нашу шляпу. И создадим обтряпочную маску. Так видите, очень быстро мы все это сделали уже с головным убором. Теперь то же самое необходимо сделать с помощью ластика. То же самое. Вот таким вот образом. Немножко пройдемся. Так, давайте вернемся назад. Можем еще сделать другим способом. Создать маску. Взять кисть. Взять вот так вот тоже. 500 пикселей с размытыми краями. Черный цвет. А потом с помощью уже белого цвета мы вернем некоторые участки, чтобы не было видно голову. Вот так вот. Мы уже создали одного человека. Теперь нам необходимо возьмем нового шиноби и перенесем тоже на наш слой. Вот таким вот образом. Сейчас повыше поднимем его. Вот. Давайте теперь уменьшим, как делали с первым шиноби и разместим его у нас здесь. Так. Примерно вот таким вот образом мы сейчас его оставим. вот так вот у нас будет находиться. Так. В некоторых местах вот здесь у нас есть какой-то смайлик. Нам необходимо его убрать, поэтому мы сейчас с помощью обычного штампа мы все это уберем. Ну, конечно, убирать можно любым удобным способом. Мне в данный момент больше удобно штампом убрать. Вот так вот. Все. Уже этого не видно. А то уже это будет смешно, если вдруг это все это увидите, посмотреть. Так. Тоже так же создадим копию, чтобы, если вдруг что, нужно будет вернуться к изначальному. И давайте применим слой маску. Теперь берем то же самое ластик, находим нашу кисточку, вставляем значение 50. Так. Ну, здесь, конечно, можно не 50 поставить. Так. И давайте нажмем на нашу кисть. Здесь есть специальный инструмент. Так. Отразим вот таким вот образом по х, чтобы у нас другую сторону было. И скроем. Давайте теперь начнем так же все это чуть-чуть выше колена. Сделаем. Стараемся меч не задевать. Здесь увеличим немного. Только еще побольше. И так же поменьше. вот все. Мы практически полностью так же поместили данную ниндзю в нашу траву. Так. сейчас мы это все уберем здесь. Так. На мече у нас остается. Это ладно. Все это у нас осталось. Теперь нам необходимо повторить все то же самое, что было с ниндзей. который самый первый. То же так же выделим цветовой баланс вот таким вот образом и поместим его повыше и применим обтравочную маску. Так. Теперь еще здесь вот есть маленький момент. Мы сейчас немножко изменим то, что у нас находится именно со шляпы. Давайте здесь применим таким вот образом. Здесь поставим яркость минус 5, а здесь минус 20. так оставляем. Теперь переходим к столовому балансу. Здесь мы выставляем плюс 10 и минус 10. Вот таким вот образом. Мы сейчас уже более-менее получше стало. Так. Теперь мы возьмем перейдем к нашему слою с ниндзей. Возьмем инструмент, который называется затемнитель. Выставляем следующие параметры. Размер кисти у нас 300. Так. Жесткость мы поставим 0. Так. 0% и давайте поставим так экспонирование где-то примерно 25. И теперь мы вот так середину ниндзя будем затемнять вот таким вот образом. Так. Вернемся немножко назад в некоторых местах. так. Все. Это будет достаточно. Вот так вот и оставим. Теперь давайте тоже создадим новый слой, в котором мы будем создавать тени. Выбираем черный цвет. Берем кисточку. Так. Кисть у нас будет примерно 150 пикселей. жесткость у нас 0%. И теперь давайте будем рисовать вот такую тень. Потом мы немного растянем. Вот таким. Теперь ставим непрозрачность 50%. Так. что у нас получилось. Так. Тени. Давайте мы их немного размоем. Размытие. Размытие по гауссу. Так. Где-то вот так вот. И давайте растянем с помощью инструмента перспектакль. Давайте искажения возьмем. Вот таким вот образом. Немного подвинем вот так вот вправо. и нажимаем ОК. Вот так это нам будет вполне достаточно. Вот так можно и оставить. Теперь давайте перейдем к другому. Будем немного обрабатывать само изображение. Теперь давайте создадим новый слой. Зальем его белым цветом. перейдем и переходим фильтр и линз коллекшн. У всех это называется по-разному. Поэтому ищем примерно такой же инструмент с таким вот окном, которое сейчас откроется. Вот что нам нужно. Вот такая коррекция дисторсии общего названия есть здесь. И выставляем следующее. Эффект винетка минус 100, а плюс 50 мы оставляем как есть. и нажимаем ОК. Нам это будет вполне достаточно. Применяем к этому слою режим наложения умножения и выставляем следующие параметры. Прозрачность 30 вот так вот оставляем. Теперь давайте перейдем к созданию корректирующих слоев и выбираем цвет. Здесь будет на цвет следующий. Так раз два три четыре один б нажимаем ОК. Ставим режим исключения. Так где у нас находится вот он здесь у нас находится и ставим режим непрозрачности 60. Еще раз создаем свет уже другой будет у нас здесь значение 7 а 5 c 3 е вот такой вот свет ставим режим наложения мягкий свет и прозрачность мы выставляем 40 создаем еще один цвет так назначение F 7 8 0 0 вот такой оранжевый тоже также мягкий свет но уже прозрачность будет гораздо меньше всего 15 процентов вот так вот такой интересный эффект уже получился у нас теперь давайте добавим карту градиента вот карта градиента убираем вот такой цвет переходим так ставим режим наложения яркость и непрозрачность уменьшаем до 70 теперь давайте применим баланс став баланс вставляем следующее значение плюс 15 минус 10 и оставляем 0 как он есть вот что у нас получилось в итоге мы еще можем добавить размытие так вот выбираем ctrl a и shift ctrl c и ctrl v вставляем изображение мы скопировали его полностью теперь применяем фильтр размытие размытие по гауссу и ставим значение 16 пикселей и выставляем непрозрачность 35 и вот получилось у нас такое интересное размытие заднего фона и также к переднему очень интересное и вот что мы в общем-то получили в конечном результате давайте сделаем его показать во весь экран и я покажу что было сейчас что мы с вами сделали и что я делал до этого как видите чтобы подготовиться к уроку было изображение такое же получилось практически то же самое только люди немного стали по-разному также и тень сделана немного по-другому вот в общем как видите как можно сделать очень интересный японский такой фэнтези и как видите очень хорошо все подходит все желания и предложения возможно какие-то замечания я жду в комментариях на блоге или же в группе вконтакте где также выложены видео если вам кому-то нужно какой-то исходник данного файла то пишите я вам скину потому что много весит возможно не все смогут его скачать спасибо за просмотр желаем удачи до свидания до свидания Продолжение следует...